Знаменитый мастер Пьетро Перу Джино был учителем юного Рафаэля. Именно он обучил юношу мастерство рисунка. После обучения Рафаэля Санти отправляется во Флоренцию, чтобы увидеть воочию шедевры Леонардо да Винчи и Микеланджело. В то время этот древний город был центром нового и реалистичного искусства. Живущие там многочисленные художники и поэты создавали произведения, которые высоко ценились публикой, вошли в коллекцию мировой культуры. Все их работы были пронизаны гуманистическими настроениями того периода, прославляли величие человеческого разума, красоту и достоинство людей. По Флоренции Рафаэль заходит в мастерскую Леонардо и видит знаменитую Джоконду, которая поразила его. Однако молодой художник имеет свое представление о человеческом совершенстве. Он понимает, как надо ему писать женские образы, чтобы они выражали только ему присущее понятие возвышенной красоты. Рафаэль получает приглашение от папы римского Юлия II и заступает к нему на службу художникам. В Риме Санте знакомится с живописцами и учеными-гуманистами, которых пленяет своими знаниями и приветливостью. Рафаэлю прочили большое будущее и выгодную женитьбу. Однако он был влюблен в девушку из простого рода, из-за чего всю жизнь скрывал свои отношения с ней. Считается, что именно она стала прототипом девушки на картине «Дама под покрывалом». Происхождение этой знаменитой картины Рафаэля Санте окутано глубокой тайной. Неизвестное имя девушки, изображенное на ней, что якобы это возлюбленная художника молодая Фарнарина. Портрет написан в Риме примерно в начале 1514 года. К этому времени имя Рафаэля было широко известно в Италии. Он расписывал фресками залы папского дворца в Ватикане и создавал портреты выдающихся личностей того периода. В этой работе Рафаэль отказывается от традиционного пейзажного фона, присутствовавший на многих картинах того времени. Художник как будто признается, что его совершенно не интересует окружающий мир. Все внимание он отдает главной героине. Рафаэль как поэта воспевает ее красоту, которая сочетает в себе чувство собственного достоинства и некий элемент народного темперамента. Как и многие художники его времени, как например Микеланджело, Рафаэль писал стихи. Амур, умерь слепящее сияние, двух дивных глаз, неспосланных тобой, они сулят то хлад, то летний зной, но нет них малой капли сострадания. Едва познал я их очарование, как потерял свободу и покой. Ни ветер с гор и ни морской прибой не справится с огнем мне в наказание. Готов безропотно сносить твой гнет и жить рабом, закованным цепями, а их лишиться равносильно смерти. Мои страдания любой поймет, кто был не в силах управлять страстями и жертвой стал любовной круговерти. Девушка с гладкими черными волосами, которые мягко обрамляют ее нежное и смуглое лицо. Большие черные глаза смотрят перед собой с мечтательностью. На ярких губах застыла едва заметная улыбка. На голову и плечи накинута легкая желтая покрывала, заключающая всю фигуру героини в один образ. Рафаэль тонко чувствует мягкость ткани, подчеркивает ее белым цветом и контрастом светотений. Картина наполнена белым и золотым цветом. Узоры на рукавах гармонируют с браслетом на руке и ожерельем на шее девушки. Художник пытается отобразить собственное мнение о душевных качествах и внутреннем мире юной натурщицы. Красота во внешности для Рафаэля никогда не была основным качеством человека. Душа. Вот что было главным. Красивый человек должен иметь внутри себя гармонию, поэтическое и нравственное совершенство. Именно в портрете дама под покрывалом Санти попытался изобразить свои мысли. В ее облике можно заметить две черты – человеческое достоинство и благородство. Лицо девушки прекрасное и в то же время совершенно спокойное. Рафаэль попытался изобразить образ абсолютного земного существа, обладающего трогательным и восхитительным характером. Тема образа прекрасной женщины появляется у Рафаэля Санти на протяжении всей жизни великого художника и становится одной из главных в его работах. Картина дама под покрывалом признана шедевром мирового искусства и является одним из лучших женских портретов эпохи Возрождения. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ